Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки недельных глав Тора и Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем изучать еженедельную главу под названием Талдот. Мы рассмотрим сегодня несколько интересных комментариев. И так как к нам приходят часто люди, которые только начинают учить Тору, хочу сказать вот эту идею, что такое несколько разных комментариев. Очень часто можно слышать такое выражение, что Тора имеет 70 ликов. Такой многогранный камень, граненый с разных сторон. И когда человек смотрит под одним углом, под другим углом, под третьим углом, так и комментаторы Торы на каждое действие высказывают свои мнения, свои тонкости. И как говорят, и то, и то, и то правильно. Хотя если вот так просто слушать, кажется, что они абсолютно разнятся. Но можно такой пример привести. Вот если я показываю, например, книжку. Вот есть такая интересная книжка, рекомендую вам, кстати, заодно «Жизнь по Торе». Здесь еженедельная глава с комментариями, здесь тигилим, молитвы. И здесь много всего очень интересного. Но с другой стороны, я вижу совсем другую картинку, что и вы. А человек отсюда увидит другую картинку, то, что не видит. И это и то, и то, и то правильно. Все это есть, но взгляд может быть с разной стороны. И так, когда мы изучаем какие-то комментарии, мы один взгляд рассматриваем. Мы другой взгляд рассматриваем. Мы третий взгляд рассматриваем. Вот поэтому не надо удивляться, когда мы слышим абсолютно различные комментарии, и абсолютно различные взгляды. Как советуют нам наши мудрецы, сегодня возьми один комментарий, изучи его полностью. Порассуждай над ним. Подумай, как этот комментарий, как эту информацию лично ты можешь применить в своей жизни. А потом, когда тебе встретится другой комментарий, тот первый забудь. И пусть он тебе не мешает понимать второй комментарий. Когда ты изучишь второй комментарий, то тогда достань тот первый комментарий. Прикрепи к этому второму. И порассуждай над этими двумя комментариями. И ты увидишь, что тебе раскроется еще большая глубина, чем то, что ты изучал за два раза. Вот так вот это работает. Поэтому Тора идет по кругу. Мы все время изучаем новые тонкости, новые аспекты. Вот. И сегодня мы будем делать то же самое. Вот. Хочу сказать, что мы начали, для тех, кто подключился недавно к нашим урокам, мы начали пятикнижье Моше Моисея. Сначала, недавно, первую книгу, которая называется «Берешит», или ее еще называют «Пытьеё». Вот. И мы изучаем очень важный период времени. Вот. Время до дарования Торы. Мы изучали, как было сотворение мироздания. Изучили немножко о замысле Всевышнего. Да, и мы понимаем, что нет вседозволенности в этом мире. Очень важно понять, что когда говорят, что Всевышний дал людям свободу выбора, но слово «свобода» — это не слово «вседозволенность». Есть разные вещи. Свобода, она тоже в рамках. Да, но когда люди выходят за рамки дозволенности, нарушают запреты Всевышнего, то, что называется «воля Всевышнего», то за это приходит наказание. Вот. И мы видели, как люди пренебрегли, вот, ну, божественными законами. И было наказание. Оно относится как лично к индивиду, лично к человеку эти законы относятся, так же они относятся и к обществу в целом. И когда большинство общества пренебрегает этими божественными законами, так на целое общество пришло наказание. И мы были с вами свидетелями в прошлых лавах, как прошел Вселенский потоп, вот, как спаслась одна семья, как человечество получило второй шанс, вот, и началось обратно развиваться. И как человечество после Вавилонской башни, после крушения, вот, разделилось на 70 народов, то есть от трех сыновей Ноаха и эти 70 внуков, когда Всевышний разделил их языки, появилось 70 национальностей, и люди расселились по земле, и так появилось 70 народов. Вот, сегодня уже стран больше, но 70 вот таких базовых народов, и дальше они делились, ну, например, как народ славяне, допустим, да, от славян произошло уже несколько национальностей, которые мы знаем сегодня, ну, и так далее. Вот, и дальше мы с вами пришли к тому, что Всевышний перебирал, как бы, людей, и там написано, что от Ноаха прошло 10 поколений, и Всевышний увидел Авраама. Конечно, он был предопределен от начала, но мы видим, как Бог избирает человека по имени Авраам, вот, и он так и сказал ему, что я предопределил Авраама, то есть это было в замысле Бога еще от начала, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему следовать путями Бога, творя добро и правду. То есть вот этот важный момент, потому что, ну, для нашего движения это особенно важная фигура Авраам, да, потому что мы назвали шатер Авраама именно по поводу, что Авраам показал нам пример, как служить Всевышнему, как творить добро и правду, поэтому мы очень тщательно изучаем его, равняемся на него, потому что у нас же Тора для всех народов, да, поэтому Авраам является очень важным персонажем. И сказано, что он делал, он заповедал сынам своим и дому своему. И вот тут вот надо немножко разобраться, что это значит, кто есть сыны, кто есть дом. Вот. И в прошлой главе у нас была глава жизни Сары, и мы тоже говорили, что Авраам все это делал со своей женой, она была его и жена, и соратница. И всю жизнь они посвятили именно этому предназначению. Они распространяли знания Всевышним, они помогали людям, да, познакомиться с этим великим Богом, который сотворил небо и землю, и жить согласно вот этим семи законам, которые Бог дал после потопа всему человечеству. Это было их призвание, это было их предназначение. Вот. И сегодня мы продолжаем, у нас сегодня еженедельная глава Талдот. И слово Талдот на иврике переводится как, кто-то переводит как родословие, кто-то переводит как порождение. Вот. Но у нас с вами уже было это слово, когда мы говорили про Ноаха, там было порождение, вот тоже Талдот, Ноаха. Мы с вами вспоминали, что что такое Талдот, порождение, первое, это считается потомство. Это вот прямые дети, у меня есть мои дети, да, и это мои потомки. И Всевышнему не безразлично, как я учу, кем вырастут мои потомки, скажем так, да. Я чувствую за собой, как любой родитель, наверное, какую-то ответственность, чтобы потомки жили не только хорошо, но еще и правильно. Да, что важно же. Важно для Всевышнего, чтобы они, ну, что значит хорошо жили? Это может быть просто эгоизм, чтобы они имели деньги, там, роскошь. Это все тоже хорошо, конечно. Но чтобы они были достойными людьми, чтобы они ходили путями Всевышнего. Да, надо научить своих детей. Но так же само он говорит, и еще не только свое потомство, да, но еще и дом свой. А мы знаем, что в Рамо же было еще много очень детей. У него было много еще детей от других жен, потому что в то время было допущено многоженство. Вот. И так же само у него было много учеников. Написано, тысячи последователей. Они с Сарой вместе приобрели души. Тысячи душ. Это что значит? Они множество учеников научили иметь вот эту взаимосвязь к Богу, как говорится, взывать к Всевышнему и строить свою жизнь именно на божественных заповедях, а не как все те язычники, которые их окружали в то время. Да. И вот это вот в то время это было немножко диковатое такое движение. Многие и так и говорили, что Абрам какой-то сумасшедший человек, рассказывает про какого-то Бога, который сотворил все и всем управляет. Не у всех в голове уже тогда укладывалось эта идея. Люди поклонялись разным идолам. Но благодаря вот этой семье это движение стало распространяться, распространяться, учеников становилось все больше. И этот мир стал, естественно, очищаться от зла. И так как и сказано, что ты научишь заповедующим ходить следом путями Бога, творить добро и правду. Да. То есть благодаря этой семье добра и правде на земле становилось больше. Потому что они передавали это своим ученикам, те передавали другим ученикам. Вот. И мы видим, что здесь происходит как бы образование двух линий. Двух линий. Вот. И есть потомки, которые... Всевышний говорит, что Сара произведет тебе потомство. И у нее рождается Ицхаб. А есть дом Авраама, это все остальные дети и ученики остальные. Это то, что называется все другие народы. Да. Поэтому Авраам, он стал прародителем еврейского народа Ицхаб, Яков, Израиль. И он также стал отцом множества народов. Всех остальных народов, которые существуют сегодня на земле. Вот. И глава начинается с таких слов. Вот родословно Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. И сразу наши мудрецы задают вопрос. Да. Что как-то написано странно. Родословие Ицхака, сына Авраама. А зачем еще тогда дальше дополняется, что Авраам родил Ицхака. Да. И наши комментаторы объясняют. Тут есть тонкости. Что это ответ на смешникам того поколения. Потому что тот, кто изучает глубже и вникает в подробности. Мы видели, как с Ицхаком был, ну, как с Авраамом происходили события. Когда жена его была взята в плен, как бы, да. Кавимелых, он находился там какое-то время. Долгое время она не могла родить. Она уже была в преклонных летах. И тут вдруг после плена она родила ребенка. И, естественно, злые языки стали говорить, что она родила Атавимелыха. Что Авраам, как бы, со своей работой не справился. А вот Атавимелыха сразу все получилось. Вот. И поэтому здесь утверждается, что именно Авраам родил Ицхака. И мы видим события, которые происходят позже немножко. Что сказано, что Ицхак был, как две капли воды, похож на Авраама. Чтобы вот эти злые языки сразу прекратить все судачества. Они были, как две капли воды, похожи. Вот. И еще было интересное событие, когда сказано, что в день пира, когда Ицхак был отнят от груди. И наши мудрецы объясняют, что это было, большая часть мудрецов утверждает, что это было в день его обрезания. То есть на восьмой день, что Авраам с Сарой в честь этого великого события, что у них родился долгожданный ребенок, прошел обрезание. То есть вступил в завет всевышним. И по поводу этого сделали великий пир. И все знаменитые люди того поколения, они присутствовали на этом пире. И сказано, что Сара взяла там детей, которые были принесены тоже, и тоже накормила их молоком. То все тогда убедились, здесь есть, конечно, и мистическая сторона этого происходящих событий. Но все убедились, что она действительно родила, что она действительно кормила молоком. И объясняют здесь немножко наши мудрецы. Ну, мы здесь можем извлечь для себя очень важный урок. Почему сделали они пир в день обрезания? Что такое обрезание? Да, это же еврейский обряд. Но мы знаем, что есть внутренние какие-то идеи, скрытые смыслы, которые подходят для всех. Что это значит? Объясняют нам наши мудрецы, что вот это завет обрезания, это когда благодаря вере родителей, ребенок вступает в связь с Всевышним выше разумения. Вот, например, Ишмейль был обрезан в 13 лет. Он делал это сознательно, разумно. И, например, Авраам, как он делал это в 90 лет? То есть он сам объясняет нашим мудрецам, в чем разница. Авраам искал ответы на свои вопросы. Кто управляет этим миром? Как все в мире происходит? Почему существует добро? Почему существует зло? Да, он смотрел на небеса. Он размышлял о переменах погоды, как работает солнце, как дожди, как растения. И он пришел своим логикой, можно сказать, своим пониманием. И он называл небесами. Бог отреагировал и открылся, написано Аврааму. Но с Исхаком было совершенно иначе. Прямо с раннего детства за заслугу родителей, уже родители как бы подключили его вот через этот момент. в эту связь, которая выше разума и выше понимания. Какой урок мы отсюда выносим? Ну вот я лично вижу здесь четко такой урок для каждого родителя, что есть ответственность родителей, очень важная, которую сегодня они все понимают. Вот часто приходится встречаться с людьми. И люди говорят, ну, урок Тора это такое, ну, нет времени сегодня. Надо там на гимнастику, надо на физкультуру, надо на историю, надо на музыку. Ребенок должен быть развитый. Надо на компьютер. Конечно, надо. Это все очень надо. И это никто не оспаривает. Это надо. Но это не вместо. Есть вот эта точка, то, что должен сделать родитель. То, что писалось, царь Шлома писал, научи юношу в начале пути. Да? Там есть разные толкования. Но дальше идет стих следующий. Научи его страху, трепету перед небесами. Научи его родителям ответственность. Самое главное. Научить его ходить путями Всевышнего. Хотя бы почитать Всевышнего. Хотя бы иметь вот этот трепет перед небесами. Научить ребенка обращаться к Богу. Понятно, что в детском возрасте это все происходит через игру. Чуть-чуть иначе. Но дело в том, что здесь говорится, что на восьмой день. То любой человек может начинать посадить ребенка рядом, почитать тегели вместе с ним. Еще что-то. Какие-то мультики показать. Что-то рассказать про Бога. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. И потом же человек избежит очень много проблем. Даже в своей жизни ребенку поможет. Это вот очень важный урок. Отсюда мы выносим. Вот. И тоже тут есть одна интересная история. Я считаю, что надо ей уделить немножко внимания. Что все-таки человек пошел против всех. Против язычников того времени. Знаете, диссидент того времени. У нас такое слово очень знаменитое. Диссидент. Да. Против общего понимания вещей того времени. Вот. И есть одна интересная история, что был великан Омг. Он еще встретится нам в будущем. И тут есть история. Медраж рассказывает, что когда накрыл пир Авраам в честь обрезания сына, то этот ок сказал, я могу раздавить его одной рукой. Типа, что это такое? Ну, какой это Божий человек, Божий ребенок. А он же великан. То есть он надеется на свои силы, на свое здоровье. На что ему было сказано, что ты увидишь, что придет время, и попадут, и ты попадешь в руки потомков Ицхака. И с этого момента, когда Ох сказал такие слова, то началось его падение, Медраж говорит. Да. То о чем мы говорим, что даже маленькая, даже когда человек маленький, если у него есть связь с Богом, если он старается познавать Всевышнего, то никакие большие силы, никакие большие угрозы, с ним ничего не может справиться. Почему? Бог охраняет такого человека. Он охраняет его с детства, такого человека. Вот это очень важный момент. Вот следующий урок здесь есть, очень интересный. Мы просто сегодня, так как Грува называется, по рождению Ицхака, и вот эти три персонажа, Авраам, Ицхак и Яков, это три человека, которые называются праотцами еврейскими народами, для нас они очень важны. Мы сегодня изучим жизнь Ицхака, а в следующий раз мы изучим жизнь Якова. Вот. Интересно, еще один урок мы можем вынести из свадьбы Ицхака с Ривкой. Тоже интересный момент. Умирает Сара. Авраам, написано, состарился. Мудрецы объясняют, что после смерти Сары он почувствовал себя уже более таким старым и понял, что надо поторопиться, надо же женить своего сына. Вот он посылает своего помощника в то селение, к своей родне. Вот. Помощник приходит, находит там девушку эту, молодую еще очень. Вот. Приводит ее к Ицхаку. И вот тут интересно описывается событие, как произошел их свадебный союз. Я не люблю просто слово бракосочетание. Да, корень, брак, ну, по-русски он звучит неважно, поэтому свадебный союз. Вот. И там интересно написано, ну, может быть, тоже здесь есть чему поучиться, особенно вот для молодежи. Здесь есть очень интересное понимание. Ну, как бы в наших уроках вот написано брак по-еврейски, но я бы сказал, что это брак по-человечески, это брак по любви, то, что называется по любви. Но сегодня немножко, в наше современное время, тоже люди немножко иначе понимают это, да? Сказано, и вел Ицхак ее рифку в шатер матери своей, и взял рифку, и она стала его женой. И нашел Ицхак утешение после матери своей. То есть, тут есть очень интересная, ну, внутренний смысл, скрытый, да? Сказано, что он ее ввел в шатер матери, а потом взял и сделал ее своей женой, то есть, вступил с ней в интимную связь. И обращают внимание наши мудрецы, что, ну, во-первых, он ее взял молодой, она еще была молодая, ее забрали в свою местность, где она жила, чтобы над ней не надругались, чтобы, ну, чтобы она могла сохранить свою девственность, так сказать. Вот, и он ее ввел в шатер матери своей. Он посмотрел на нее, он не стал сразу тащить ее в койку, как говорится, да? И написано, что он посмотрел на нее, утешился, после того, как не стало его мамой. и прошли какие-то, прошло какое-то время, и только после этого они вступили в с ней в интимную связь, да? Ну, если убрать просто подробности того времени, а просто взять по принципам, вот, по ценностям, о чем здесь идет речь, да? Немножко вот эти три момента, почему он утешился, глядя на то, как она жила в шатре Сары, в шатре его мамы. Мудрецы выделяют там три момента. Что он увидел? Что свеча, которую зажигала Ривка, его будущая жена, скажем так, она горела от субботы до субботы, первое. Второе, было благословение на тесте, которое она замешивала и пекла булочки, халы. Вот. И сказано третье, это облако стояло над шатром. И вот тот, кто понимает уже символы Торы, да? Вот это облако стояло над шатром, это самое важное. То есть, если все три вот эти вот компонента как бы взять, божественная атмосфера была в доме. Та атмосфера, которую создавала ее мама, да? Ну, раньше же не было электричества, то свет это прообраз чего? Это свет, это уют, булочки, это тепло, это пища, да? Но как бы здесь не только такое комфортное условие, а самое главное, что облако стояло над шатром. А что такое облако? Это символ божественного присутствия, ощутимое божественное присутствие. Мы уже сталкивались с вами с этим облаком, да? Когда еврейский народ выходил из египетского плена и шел по пустыне, то над ними было облако. Облако их защищало во всех отношениях, да? Ни змеи сюда не попадали, ни жара сюда не попадала, и все в облаке было хорошо. И вот эта вот атмосфера, которую создавала Сара в доме Ицхата, и он увидел, что Ривка создает ту же самую вот эту божественную атмосферу. И только после этого он взял ее себе в жену. То есть наши мудрецы объясняют, что во-первых, светские люди сегодня, ну так я назову, светские люди это которые считают, что Бога нет, скажем так. Или живут как будто они считают, что Бога нет. Вот. То сегодня, когда речь идет о вступлении в какие-то взаимоотношения, люди редко рассматривают друг друга с позиции, а как у тебя взаимоотношения с Богом? Да? Это кажется даже как-то странным, что за странный вопрос какой-то, вы не сектант ли молодой человек? Ну то есть как-то это сегодня люди скромно это утаивают, свою принадлежность к Всевышнему. В принципе это немножко понятно, наличие многих религий, наличие всего того мусора, который сегодня преподносится, ну как вера во Всевышнего, то понятно немножко страшно. Я даже сам немножко, когда с человеком разговариваю, я человек верующий. У меня сразу раз, напряг такой немножко, это очень хорошо. И сразу начинаю попытаться разобраться ну в шо и как он и в кого он верит. Потому что сегодня это действительно так и есть. Но о чем здесь говорится, что в светском мире сегодня строят на страстном влечении в основном, а не на разумном выборе. И наши мудрецы говорят, что это большая проблема. И у Ицхака так не было. Он в ночами посмотрел, он разумно разобрался, увидел, что в их семье будет присутствовать Бог, что дети их будут воспитываться вот в этой божественной атмосфере. И только тогда он уже перешел вот этим страстным таким семейным влечением. Вот поэтому это очень важный вообще урок для родителей даже, чтобы как бы помочь своим детям немножко разобраться, немножко помочь даже дельный какой-то совет. Это очень важно, потому что на самом деле свадебный союз это очень важно. Так как наша глава называется «Вот потомство», а мы видим, что в этом есть смысл. Человек должен родить потомство и воспитать это потомство. И когда мы отпускаем это на как бы на хаотическое как выйдет, так выйдет, это неправильно. вот поэтому здесь еще мы находим очень такой важный урок. И тогда, когда люди так начинают на правильном основании свою семью, то тогда, конечно, впоследствии легче проходить всякие трудности вместе. Как говорят, когда женятся, вместе и в радости, и в печали. Но это так говорят. Но когда приходит радость, еще одно. Но когда приходят печали и трудности, тогда другое. но когда у людей основание Всевышнего, оно невидимое. Основание же это то, что не видно. Но это то, что скрепляет их обоих. Да. И тогда у них есть возможность проходить трудности. Вот мы можем, например, увидеть, как дальше написано, что и молил Ицхан Господа о жене своей, так как бесплодна одна она, и внял его мольбе Господь. То есть мы видим, что они проходили, ну, например, для любой семьи, когда у них долгое время нет детей, это действительно сложное испытание. Да. По еврейскому закону после 10 лет люди имеют право официально развестись. То есть без ссоры, без всего считается, что надо попробовать, значит, ну, с другими парами, чтобы были дети, потому что дети считаются это важно. Конечно, люди могут от этого отказаться, но еврейский закон разрешает официально развестись. То есть это повод для развода. Но люди терпели, вот Ицхак и Ринка, у них не было детей, не терпели, они жили, не любили, у них было прочное основание, и они доверяли Богу. И написано, что Ицхак молил Бога о своей жене, и его молитвы услышал Господь. Вот. Поэтому это очень важный урок, что связь с Высшним, это есть основание для построения любых взаимоотношений. Даже когда люди начинают совместный бизнес, там тоже надо честность, вместе заработаем, потом начинаются какие-то нервотрепки, какие-то перипетии, то тут тоже, ну, это важный фактор, скажем так. Вот. И мы видим, что что еще вот делал Авраам, что перенял у него Ицхак. Ну, мы как уже сказали, он служил Всевышнему, да, и прошлый раз, на прошлом уроке, кто не смотрел, вы можете посмотреть на канале YouTube Шатер Авраама. Вот мы говорили про Шатер Авраама, да, что это было за служение, я напомню немножко, что он брал пришедших людей, омывал им ноги, сажал их по дереву, и давал им хлеб подкрепить сердце. И это было, как бы, три вида служения. Сегодня уже не будем к этому возвращаться. Вот. И также дальше он рыл колодцы. Рыл колодцы. Да, и если бы сегодня можно было бы прообраз, ну, назвать, что он, что он делал, чем он занимался, то он открывал, вот, сегодня в это назвали духовный центр, или собрание верующих, или Шатер Авраама, ну, таким же словом, да, это место, где люди изучали законы Всевышнего, тонкости, мудрости Всевышнего, да, и учились молиться Богу, потому что там, в Шатере своем, он как раз это и делал. И вот этот вот колодец, который он вырывал, да, колодец, там, где живая вода. Это является прообразом, сегодня уже таких колодцев очень много, просто они не все несут живую воду, вот, но идея сама, она распространяется до сих пор, и первым эту идею показал, как это делать, это человек по имени Авраам, вот, и дальше мы видим, что Ицхак, он постиг все, чему учил его отец, так написано нашими мудрецами, вот, и он так же само стал откапывать колодцы Авраама. Мы сегодня немножко поговорим об этих колодцах, вот, что такое вот это вот откапывать, да, это убирать в мире все, что скрывает Божественное присутствие. Объясняют нам наши мудрецы, что вот, чтобы выкопать колодец, там, где есть вода, она там есть, но, чтобы до нее достать, надо убрать много грязи, много там всякого-всякого, выкопать, это определенный труд, чтобы достать до этого воду, да. Так же самое Ицхак, он продолжил, как бы, то, что начал его отец Авраам, он научился у него всему, и продолжил так же самое, это служение Всевышнего. И отсюда вот мы понимаем, что есть такое выражение, деяние отцов, это знамение и передача силы их сыновьям, да, и так же самое, вот мы видим Ицхак, он получил от Авраама силу, получил вот это вот благословение, дальше мы видим, как он проходит похожие испытания, да, так же самое, Арифка попадает в пленка и Мелаху, и так же самое, с честью он проходит все эти испытания, почему на нем была вот эта сила от Бога, сила, которая к нему пришла от Авраама, ну, она пришла от Бога, но благодаря заслугам Авраама, можно так сказать, вот, и дальше мы видим интересные события, мы тоже отсюда можем вынести интересный урок, сказано, что и сеял Ицхак на той земле, и получил в тот год стократный урожай, что происходит за события, события, когда его жена попадает в плен, они оттуда выходят, и они поселяются на земле, и сказано, что на той земле, и получил в тот год, мудрецы описывают, что это был за тот год, тот год, это год был неурожайный, да, неурожайный, и очень тяжелое было время, время года, именно для того, чтобы сеять, ну, на этой земле, но он собирает стократный урожай, потому что благословил его Бог, вот, знаете, сегодня тоже мы можем отсюда взять урок интересный, ну, сегодня как люди говорят, ну, на Бога надейся, но работать-то надо, ну, люди почему-то хотят очень отделить именно взаимоотношения с Богом, и какой-то труд, но его отделять не надо, его надо наоборот совместить вместе, потому что, как оно может быть отделимо, люди думают, что связь с Богом, это только, когда они молятся, или когда они что-то там, доброе какое-то, это связь с Богом, а когда человек в своей семье, там, с детьми, на работе, там что, получается, нет Всевышнего, или что? А тут как раз написано, смотрите, какая идея, неурожайный год, плохие условия для труда, у всех проблем, у всех засуха, у всех, он берет поле, а мудрецы объясняют, как можно посчитать, что он пожал во сто крат, а объясняют, что он посчитал, за сколько он, ну, сколько вообще до этого, на этом поле вырастало, да, ну, например, вырастало тонно всегда, и он берет это поле, и знает, что там вырастет тонна, пшеницы, допустим, да, ну, я просто придумываю сейчас, просто, чтобы легче было посчитать, а потом, когда все это прошло, а там не одна тонна, а там сто тонн, а год у всех неурожайный, ну, это чудо, чудо, ну, для чего нам это рассказывается, что бизнес можно, строить с Богом, потому что там написано, и благословил его, и благословил его в этом Бог, вот, и это тоже такой, очень важный момент, объясняют нам наши мудрецы, ну, потому что, Ицхак, он всегда был партнером Всевышнего, он всегда отдавал десятину, говорят, что Ицхак, это первый человек, первый земледелец, который уже, уже в это время выполнял будущие заповеди Торы, в отношении десятина своего урожая, ну, Авран, он не был земледелец, он был скотовод, да, а тут пришлось Ицхаку, в трудное время, написано, что тот год был не урожайный, был голод, он начал съесть, занялся земледелием, да, смотрите, тут интересно прорисовывается, вот сегодня, ну, это не сегодня, это всегда, люди говорят, что время такое, так во все времена так говорили, вот раньше было легче заработать, время такое сегодня, коронавирус сегодня, еще что-то сегодня, ну, по идее, идеи же, принципы повторяются, Торы, это же книга архетипов, вот тут Ицхака тоже было, и год голодный, и враги кругом, такие полувраги, на этой территории, полувраги, кругом полувраги, год не урожайный, ничего, ниоткуда чего дождать, но написано, и благословил его Бог, и он заработал даже очень конкретные ожидения, это же не просто какая-то вымысел, да, это реальные факты, вот, и сказано так, что разбогател, потому что у него было большое богатство, навоз, мулов, Ицхака, так, Медраш нам объясняют, навоз, в то время навоз стоил деньги, да, потому что это было же и удобрение, так, навоз от его мулов, стоил дороже, чем серебро и золото, Ави Меллаха, да, представляете, насколько он разбогател, с помощью Всевышнего, написано, что у него было обширное хозяйство, и множество различных сельскохозяйственных работ, то есть он начал с одного, а потом начал развиваться, 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 и Бог сделал его очень богатым и популярным в той стране, вот, и как вы, конечно, понимаете, это привело к зависти окружающих, да, ему начали завидовать, его начали со всех сторон, со всех сторон друзья стали ему высказывать свое фи, но дальше интересная история, смотрите, при всем при этом, при всем при этом, что он, я очень занят работой, вообще сейчас тяжелое время, но чем он занимался, это была основная его идея, которая здесь описывается, что он все-таки откапывал колодцы, которые когда-то выкапали работники Авраама, а мы уже знаем, что это не просто колодцы, да, не просто колодцы, и в этой земле он опять начинает откапывать эти колодцы, вот, и мы поговорим о скрытом смысле идеи копания колодцев, да, то, что есть внутренний смысл, вот, так как мы уже сказали, чтобы выкопать вот эту живую воду, надо убирать землю, да, чтобы докопаться до живой воды, надо пройти много трудностей, ну, я просто приведу такой пример, вот, как, ну, такое мое понимание этого всего, ну, например, надо найти время среди суеты, да, надо не реагировать на насмешников, уже всегда находятся люди, так, куда ты идешь, так, зачем оно тебе надо, так, какая тора, это все чепуха, это трудно, когда человека не воспринимают окружающие, даже близкие, это трудно, но эту грязь надо откинуть, да, это тяжелая работа души, да, все время надо углубляться, потому что он уже снял один слой, снял другой слой, вот, почему, это трудности над характером, почему, чем больше ты изучаешь, чем больше ты как-то преображаешься внутри, есть сложности где-то придавить себя, избавиться от эгоизма, избавиться от жадности, избавиться от зависти, все равно приходится работать над собой, да, вот, и потом, когда ты докапываешься до этого, есть задача еще сделать эту живую воду, достоянием других людей, и появляются новые тут трудности тоже, трудности невосприятия, тебе каждого, тебе нужнее, чем им, это же им надо, да, Авраам же там на ихних землях, на ихних территориях, выкапывал этот колодец для них, и что мы видим интересно, что приходили люди и засыпали эти колодцы, сейчас перед тем, как мы дойдем туда, я хочу немножко рассказать вот идею, вот, эта идея работать над собой, над своим характером, ну, каждый человек может сказать, что он ведет диалог с самим собой, сделает что-то плохое, потом сам себе может сказать, ну, зачем ты это сделал, так как будто он с другим разговаривает, то есть мы видим, что внутри человека есть какие-то как две личности, да, которые не борются друг с другом, эта борьба происходит все время, всегда, вот, и альтер-ребе, первый ребе движения хаббат, он дает интересную схему такую, вот человек, если поймет ее, применит ее к себе, ему будет гораздо проще жить, он прямо описывает, как работает схема, как человек может, вот, улучшить себя сам, если он сам себя поймет, как он из чего состоит, и он объясняет такую схему, что, как бы, центр управления, как человек себя ощущает, он находится в сердце, это эмоции человека, он радуется, или он боится, у него депрессия, или он счастлив, да, это все, это эмоции, и многие, они этими эмоциями руководствуются, но это неправильно, потому что разум должен управлять эмоциями, мы видим с Эдемского сада, Всевышний говорит, вот это не ешь, потому что, да, оно вкусно, да, оно красиво, эмоции тебя туда тянут, но ты не знаешь, что будет потом, а я тебе говорю, что потом будет плохо, да, поэтому разумно, разум должен победить эмоции, хотя эмоции, они влекут, это большая сила, в принципе, это на то, на чем ошиблась Ева, вместе с Адамом, вот, и он объясняет, вот этот вот механизм, что разум влияет на эмоции, эмоции это сердце, а сердце же у нас есть, там есть два, как бы, два отсека, и он говорит, что в левом желудочке сердца находится вот это место, откуда разгоняется кровь по всему телу, и что получается, когда человек учит Тору, имеет связь Всевышний, молится Богу, включает вот эту вот связь, размышляет над тем, вот то, что мы сейчас с вами делаем, выкапывает вот эту грязь, не просто поверхностно, а он изучает какие-то внутренние аспекты, он работает над этим, да, его разум получает вот этот божественный свет, божественную силу, это освещает его сердце, то есть левый желудочек, оттуда кровь попадает по всему телу, да, и его руки, ноги, все его конечности, все работают по-другому, то есть они как бы очищаются, очищаются и не освещаются, поэтому может человек противостоять, если захочет и включит в себя этот механизм, может противостоять любым соблазнам, может не смотреть на чужих жен, может не врать недозволенное, он может это делать, хотя, ну и все такое прочее, да, все, что запрещено, почему бы, потому что он делает это согласно Всевышнему, и проходит какой-то момент, это же реально физически, и на физическом уровне, у него меняется, ну я бы сказал, на гормональном уровне он меняется, потому что в крови находится душа, да, и от этих знаний она очищается, она приобретает силу, и все тело, совсем другое, человек может поменять свое поведение, и это все может провисеть во взаимоотношении с людьми, в бизнесе и во всем, вот такая вот картинка, вот, и теперь вернемся к нашим колодцам, вот колодцы, это интересная очень идея, значит, что мы видим, Ицхак откапывает колодцы Авраама, и возвращает им те имена, которыми называл их отец, о чем здесь говорится, что он продолжает, продолжает служение своего отца, и дает, старается, хочет дать людям живую воду, но приходят филистимляне, вот, и написано, что они засыпали землей, этот колодец, засыпали землей, вот, и первый колодец, интересно, он назвал Эсек, Эсек, это на иврите переводится, как спор, или разногласие, давайте мы сейчас все переводим, потом он берет, выкапывает другой колодец, его называют Ситна, или, что переводится, как ненависть, сказано, из-за него спорили, вот, он переходит на другое место, выкапывает третий колодец, называет его риховод, что переводится, как простор, из-за него уже не спорили, и сказано, что теперь Господь дал нам простор, за этот колодец уже никто не спорил, и что вы думали, останься тут жить, нет, он снимается, из-за места, и ушел оттуда, в Бершеву, там построил жертвенник, раскинул там шатер, а работники его отрыли, там еще один колодец, вот, и туда, к тому колодцу пришел, Авамелок, и его дружина, ближние военные начальники, и заключили там, с Ицхаком завет, теперь давайте немножко рассмотрим, вот эти идеи с четырьмя колодцами, по принципам, здесь есть очень много комментариев, но я возьму тот, который, вот он полезен, вот для человека любой национальности, для всех народов, что здесь на самом деле происходит, первый колодец спор, то что это за идея такая, и они этот колодец заваливали, просто полностью его засыпали, то есть есть такое идее, и вот представьте, верующий человек Ицхак, говорит людям, ребята, вот даже посмотрите, вот вы сеяли, у вас ничего, я сеял, со мной Бог, почему, потому что я с Всевышним, есть знания, есть учения, я хочу вам это учение дать, но, но надо вам отказаться от прелюбодеяния, надо отказаться от воровства, надо выполнять вот эти семь законов, они говорят, слушай, иди, нам твои вот эти ценности не надо, более того, уходи отсюда, потому что при наличии тебя, мы еще как-то стесняемся, мы всю жизнь так жили, и нам твои ценности не надо, закопай их, и иди отсюда, идея такая, выкапывай другой колодец, там уже немножко иначе, разгорается ненависть, и написано, и спорили за него, и мудрецы объясняют, что спорили именно за этот колодец, они ему говорят, ты вырыл колодец, но он на нашей земле, это наш колодец, то есть, что они говорят, это вода хорошая, она нам нужна самим, знания эти хорошие, правильные, но мы сами можем с Богом общаться, да, здесь уже немножко начинается возникновение новой религии, новых идеологий, новых, да, новых духовных всяких изысканий, они говорят, ты уходи отсюда, ты нам, и так евреи не нужен, мы сами разберемся, но это вода наша, вода хорошая, а ты уходи, а мы сами научимся, как этой водой пользоваться, да, они услышали какие-то там начальные формулы, и они попытались из этого сделать какую-то свою живую воду, да, но что произошло, произошло ненависть, евреев они возненавидели, да, потому что это, говорят, наша вода, евреи это шли дальше, потому что, ну я говорю евреи, потому что Ицхак был первый рожденный еврей, да, Авраам, это человек, которого назвали евреем, а Ицхак, он уже родился евреем, то есть появилась 71-я национальность на земле, да, вот только она зарождается, вот, и они выкапывают третий колодец, называют его ореховод простор, почему Ицхак, и мы расплодимся на земле, мудрецы объясняют, что вот это вот, слово расплодимся, написан как глагол, на иврите он написан в будущем числе, в будущем времени, точнее, да, то есть они пришли в это место, это время, когда уже, это вода, уже никто не спорит, и они говорят, и мы расплодимся по этой земле, я бы сказал, что это время, вот примерно, вот эта вот идея, она происходит как раз по времени, в котором мы с вами живем, что сегодня уже после всех этих религий, после всех духовных изысканий, ну, люди пробовали многие тысячелетия, такую форму, такую форму, такую форму, вот, и сейчас многие люди начинают сбываться пророчества, они хотят взять иудея за цицы, что это сказано, что они скажут, четую суету мы унаследовали от предыдущих поколений, что такое четая суета, это пусто, пусто и мало, да, что-то там такое были, какие-то искры божественного, конечно, были, но это мало, есть гораздо больше, Всевышний дал нам сюда на землю гораздо больше, но у нас нет этих знаний, почему, потому что в наших народах этими знаниями пренепрягали, до поры до времени, но приходит время, когда скажут, что да, с ними Бог, идем молиться в дом Бога Якова, почему не сказано в дом Бога Всемогущего, а потому что ассоциируются именно с народом еврейским, и цицид, это то, что тора еврейского города, те знания, которые Бог дал человечеству на горе Синай, и вот тут вот как раз вот такой вот этап, и дальше написано, мы возвращаемся в то время, написано, что он ушел оттуда в Берешеву, там построил жертвенник, и раскинул там свой шатер, и работники там отрыли колодец, и пришел Авимеллах, и его дружина, и ближние военные начальники, и что они сказали, мы видели дела Авраама, и твои дела, и мы видели, как Всевышний помогал вам все время, что с вами Бог, и давайте мы теперь заключим клятву, союз, чтобы не делать зло друг другу, вот, а вот это этап, который ожидает наше человечество в будущем времени, когда все народы окружающие, они увидят, что это учение, это не просто, ну, оно какое-то еврейское учение, это откровение Бога, они так и сказали, что мы видим, что с вами Бог, что Всевышний помогал все, время, да, и тогда это учение, ну, оно начнет заполнять человечество, люди начнут это изучать, люди начнут это применять, вот это Бэйр Шева, да, мы можем вспомнить, как Авраам заключил, завет с Авимеллахом в прошлом, поставил 7 агнцев, и вот эти 7 агнцев, это и есть те 7 законов, которые Бог дал всему человечеству, и люди возьмут эту идеологию, и тогда придет мир, и тогда, как в пророчествах написано, и станет Господь владыкой всей земли, и станет явным, что Господь один, и имя его едины, да сбудется эта скорость, и в наше время, и с нашей с вами помощью, потому что мы это все изучаем, потому что мы можем все это с вами продолжать, да, поэтому и сказано, что Авраам есть отец множества народов, для того, чтобы мы поняли вот эту идею, как можно распространять знания Бога, божественность, и включать в это своих ближних, и тех людей, которые нас окружают, на этом первый урок закончен, будьте здоровы!